С 7 по 12 апреля на дорогах города Сланца и Сланцевского района было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, которые произошли в один день 11 апреля. Об этом сообщает Сланцевская госавтоинспекция. Первая авария произошла рано утром на Молодежном проспекте. Водитель седана, двигаясь с превышением скорости, на повороте не справился с управлением, в результате чего машину занесло и она врезалась во встречный автомобиль. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. А это ДТП произошло на 8-м километре автодороги Сижно-Будилова-Осьмина. Водитель грузовика с полуприцепом из-за технической неисправности машины, а именно неисправной тормозной системы, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и там перевернулся. В результате этой аварии водитель получил телесные повреждения. Каретой скорой помощи он был доставлен в приемный покой Сланцевской межрайонной больницы. Поздно вечером на подъезде к деревне Овсище несовершеннолетний подросток, находясь на улице без сопровождения взрослых, не имея прав, управлял мопедом. Кроме того, перевозил несовершеннолетнего друга. Оба были без мотошлемов и соответствующей мотоэкипировки. Во время движения подросток нарушил правила расположение на проезжей части, двигался по середине дороги. Подъезжая к пересечению с главной дорогой, мопед врезался в Волгу, водитель которой поворачивал направо с главной дороги и двигался по своей полосе. В результате этого ДТП водитель и пассажир мопеда получили телесные повреждения. Каретой скорой помощи они были доставлены в Кингисепскую межрайонную больницу. Водитель Волги с места ДТП скрылся. В течение дежурных суток он был разыскан и привлечен к административной ответственности за оставление места аварии и за отсутствие права управления транспортным средством соответствующей категории. В отношении несовершеннолетних, нарушивших правила дорожного движения, а также их родителей, допустивших бесконтрольное нахождение детей на улице, проводится административное расследование. Сланцевская госавтоинспекция напоминает, что управлять мопедами и скутерами разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории М или любой другой действующей водительской категории. Также стоит отметить, что административная ответственность водителей скутеров и мопедов приравнена к ответственности водителей других механических транспортных средств, то есть водитель мопеда несет ответственность за все нарушения правил на общих основаниях. Также сотрудники полиции обращают внимание родителей на то, что детям до 14 лет запрещается ездить на велосипедах по проезжей части дорог. Покупая ребенку велосипед, скутер или мопед, стоит отнестись к своему решению с должной ответственностью, ведь от беспечности и незнания правил дорожного движения могут пострадать не только сами несовершеннолетние, но и окружающие. Сланцевская госавтоинспекция призывает жителей нашего района в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции, стараться находиться дома и не покидать его без острой необходимости, а также воздержаться от поездок на личном транспорте.